Всем привет, дорогие друзья, с вами Кассида Юрчик, ребята, с вами Садыгран Девка Фёдоров, и это шоу Битва Рандома в GTA 5 Online. Здарова всем, бацаны! Итак, ребята, вы очень тепло, на удивление моё приняли старую рубрику, типа, аж прослезились в комментариях, типа, как я долго её ждал, поэтому продолжаем, в общем-то, и сегодня будет довольно-таки жёсткая подборка, ребята, потому что, как вы прекрасно знаете, особенно Уолда, который давно уже нас смотрит, у нас есть читачки на проекте, поэтому сегодня, ребята, у нас здесь 18 машин, и половина из них просто самые быстрые тачки, которые очень быстро разгоняются и едут, и читы, собственно, поэтому посмотрим сегодня, кому что попадётся, и какие баллы мы соберём, потому что это будет просто лютейший замес. Короче, ребят, как всегда, в комментариях предлагайте идеи, какие можно подборчики из машин сделать, чтобы было интереснее, может, там, не знаю, вазиков одних понаставить, посмотреть, насколько ведра жёстко у нас плохо ездят, хотя у нас есть запорожцы, которые вполне даже неплохой. Короче, всё зависит от вас, жду ваших комментариев, предложений, ставьте лайк, ребята, а мы начинаем. Итак, напомню, мы проведём кучу испытаний, и с помощью Алисы будем выбирать сейчас себе тачки. Давай, Димон, с тобой определим, кто у нас будет первый в первом раунде. Давай я. Короче, ребят, в первом раунде будет Димон первый, во втором я, в третьем он, в четвёртом я, то есть будем меняться, чтобы было интереснее. Окей, я предлагаю тебе сделать сейчас драк-рейсик, ребята, и, в общем-то, давайте выберем Димону тачку. Алиса, назови число от 1 до 18. Число 1. Число 1, это чит R35 GTR. Это not bad, да, это, кстати, чит Димона. Кстати, что-то Алиска опять по единичке бьёт всё. Назови число от 1 до 17. Давай тебе 5. Выпало число 12. Выпало число 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, читригера. Читригера. Вот это рандом-дом-дом, окей, это жёстко, погнали на испытания. Что ж, ребята, драк-рейсик нас здесь ждёт. Одна миля на читах пройдёт очень быстро, мы можем пробить порог в 540 км в час, чтобы снять ограничения. Ну и первый тот, кто врежется просто в забор, хотя тут всё ясно. Раз, два, три. Сразу пробиваем. И просто... Ну ты прям улетел. Просто жесть, просто жесть, да. А регерка сейчас опять-таки остаётся самой быстрой машиной на проекте, ребята, потому что чит Гелик, к сожалению, наш в бытие улетел. Но по максималке они далеко не самые быстрые. 610 всего лишь, она разогнала здесь на короткой прямой. 642 у меня было. Вот-вот, я о чём и говорю. Просто ускорение как бы, ну, даёт о себе знать и приносит. Мне первый балл, отлично, погнали дальше. Что ж, ребята, вторая дисциплина у нас сегодня будет дерби. Это будет жёстко, потому что на дерби быстрые машины себя чувствуют не очень. Одна ошибочка, и можно улететь просто самому с платформы. Поэтому давайте выберем тачки. Назови число от 1 до 16. 16. 16. Последняя тачка, ЗНВТ-С1. Дорогущая, хорошая, но не чит, но не чит. Назови число от 1 до 15. Число 6. Число 6. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чит-карт. Это жёстко будет. Попробуем, ребятки. Ребятушки, окей, начинаем. До двух побед против карты, если честно, вообще не знаю, что делать. Потому что там сцепление с поверхностью, там скорость, там всё. Весь букет, как говорится. Тут всё, брат, тут всё. Опа, ты у меня уехал сам. На. Да, да, сейчас прям. Ты по мне проехал, что? На. Ха! Нет. Ты как засейвил? Уйди из моей платформы. Да, ували уже. Пока. Слушай, на удивление, бой вполне на равных проходит, а ты какой-то лёгкий. Окей, погнали, второй раунд. Мне, конечно, надо было разворачивать камеру и выруливать в той ситуации, и уезжать от тебя, но... Да ты, блин, достал. Нет. Нет, вообще не попал. Да, ребят, то, что вы видите, вот эти разлёты, это на самом деле не просто так. Сервак пингует, плюс карт очень быстрый. То есть, как бы... Надо понимать, ты первый. Сожрал. Да, 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 да. Так, ну слушай, слушай, слушай. Несмотря на то, что я тоже упал, как бы шансы-то у нас одинаковые, реально, мне кажется. Плюс и минус прям. Но! Растик, ра. Пока. Ай, просто вытолкал. Да, 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 да. Короче, если на одном месте лоп-в-лоп, ну, переталкивает, получается, мою машину. Но, блин, это было прикольно, потому что я тебя крутил и вертел тоже. А если честно, я такого не ожидал, что Зенус может хоть что-то сделать. Понимаю. Ты у меня ехал просто на полуформе, врезался во что-то, кувырком упал вниз. Ладно, один-один, погнали дальше. Ребята, следующая дисциплинка. Давайте сделаем смертельные шашки. В общем-то, будет довольно-таки интересно. Ну и выбираем опять машину тебе. Назовите слот от 1 до 14. Опять 1. Это Бэха Гутарки. Неплохая, хорошая, очень даже заряженная тачка. Назовите слот от 1 до 13. Двенадцать. Двенадцать. И это не чит, но это лансер 2000 сил. Это жестко, потому что его нужно еще удержать на дороге, но, тем не менее, это одинаково быстро. Что ж, ребята, смертельные шашки это дисциплина, где мы должны проехать по вот этой трассе с трафиком, развернуться и обратно сюда же вернуться. Кто первый вот этот столб на заправочке пересекает, тому, в общем-то, мы зачисляем балл. Поэтому давай попробуем. Раз, два, три. Э-э-э, слышь, читор, читор. Не так кнопка такая, сынок, я не газовал при этом, я только на нитро ехал даже медленнее, чем я, если бы газнул, было. Не надо нас газовать. Ёж, что происходит вообще? Что ты делаешь? Я в тебя не врелся, я в бота вроде врелся. А может, в тебя я вообще не понял, что произошло? Фуфлежуйник. Сады, фуфлежуйник. Спокойствие, держать руль крепче надо. Это страшно, на самом деле. Ланзер, ребята, очень лютый. Но больше всего я боюсь не это, я боюсь то, что вот это вот, да. То есть, если немножко ты отсоединишься от поверхности, ты улетишь просто в тартарары. Это жестко. А, ну есть такое, да, действительно. Да, тут, конечно, бэх, ребята, по всем параметрам выигрывает. Просто по всем. Конечно, брат, конечно. Ну, я смотрю, что ты тоже тот еще чемодан. Всех нёшь с собой, забираешь. Ну, я еще не врезался. Серьезно, а что боты говорят? Ни разу, что ты говоришь, да. Не мои, не знаю. Не мои, не знаю. Так, все, ребята, разгоняем 500 км в час в комментариях. Можете написать скорость. Я не смотрю туда, надо выруливать. Этот бешеный табор ест! Бум, бум, бум! Шлака-лака. Калака-лака, бум, бум. Вот именно, такое себе. Кое-как, кое-как мы вернулись на колеса. Ты взорвался. Ну, я выжил, говорится. Я взорвался, но ты выжил. Понимаю. Странности, странности, странности. Да, ребята, лансер отличнейшая тачка, но, к сожалению, она, ну, неуправляемая, в общем-то, на таких скоростях. Поэтому, да, балл твой. 2-1, погнали дальше. Давай поехали дальше. Что ж, ребята, давайте сделаем прыжок в длину с большого трамплина на двух баллонах нитра. Будет интересно. Читы, как правило, здесь идут мимо кассы, потому что они летают не очень. А вот другие тачки, в принципе, летающие есть. И одна из них была, кстати, лансер 2000 сил. Окей, сейчас выбираем тачку мне. Назови число от 1 до 12. Выпало число 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это новая чит Бэха. Кстати, как она летает, ее непонятненько. Я вроде не тестировал даже. Да, даже нитра нету. Так, хорошечно, что будет у тебя? Назови число от 1 до 11. А можно, пожалуйста... Число 11. 11, не угадал. Твоя Бэха. Ну, короче, даже не знаю. Не летающих два чита. Да, возможно. Попробуем. Итак, ребята, испытание прыжок в длину. Два чита БМВМ-8. Новенькая читачка, единственная пока, которая есть у Ванька. И чит Бэха Димона. В общем-то, два баллона нитра. Разгоняемся и прыгаем вдаль. Трамплин мы немножко укоротили, потому что у меня опять проблемы с зацепом. Я цепляюсь. Вопрос, что легче? Я вылетел идеально, а ты как-то вниз улетел. Что? А, у меня вообще не было платформ. В смысле? В прямом. Почему-то не было платформы ни одной. У меня одна была. Но, на самом деле, знаешь, я упал оверхерово. И плюс-минус такое ощущение, как будто она есть, как будто ее нету. Вот к чему это приводит. Читы очень тяжелые. Читы вообще не летают. Были легкие ребята. И, кстати, самое интересное, легкие читы, которые летают, они на дороге вообще никакие. То есть, как бы говорится, либо ты хорошо едешь, управляешься, у тебя хорошее сцепление с дорогой, либо ты нихрена не едешь, но при этом хорошо далеко летаешь. Как-то так. Ладно, 2-2, погнали дальше. Ну да, да, да. Ребятки, предлагаю сделать дисциплину съезд горы Чили прямо под мост в дырточку. И тебе выбираем сейчас вроде как первому тачку, поэтому давайте это сделаем. Назови число от 1 до 10. Число 8. Число 8, и это Дракстер, ешь, вот этот. Да, это сильно. Правда, не факт, что ты доедешь, но как минимум ты в 3 прыжка можешь долететь. Назови число от 1 до 9. Число 3. А у меня тоже читачка, ребята, это читка, и это моя, в общем-то, машинка. Типа некое подобие акулки на минималках. Чуть хуже она, конечно же, но тем не менее окей, ребят. Посмотрите просто на этот бешен Дракстер, что он творит, просто наяривает. Сумасшедший вообще. Окей, кстати, чтобы вы понимали, это реально машина так ездит, типа неускоренная съемка, ничего такого не происходит. То есть вот просто вот такая вот лютая тачка Дракстер, ребят. Ребята, в принципе, хоть у Димона и не чит тачка, но она очень быстрая, она лютейшая. И как бы против чита будет даже интересно посмотреть, кто первый в дырку. Задача именно заехать с этой стороны вниз, не перелететь ни с той стороны, поэтому попробуем. Раз, два, три. Ну крайне такой, да, не совсем понятный старт. Ну вот такой... Ты газанул, а я зачем-то притормозил. Давай, 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 аккуратно. Нет времени объяснять. Хотел сказать, что сдует, но он что-то сдулся, не дал. Как надо. Не сделал то, что мы от него хотели. Я маты там уже дал. Угла. А давай ты как мне показывал бублики, ты так их и покрутишь здесь. Это идеальное место. Не-не-не. Давай без этого. Покажи пацанам, что ты умеешь. Что ты? Я много умею, но бублики крутить не буду. Бублики крутить не буду. Ну ладно. Да. Да что ты делаешь? Я залетел на крышу. Я вылетел. Я видел, да. Я вылетел. Охренеть. Ну, кстати, у Дракстера, да, еще сложности в том, что у него высокая подвеска. И как бы, да, он такой. Блин, ну, кстати, прикольно, что я залетел на крышу. То есть я думал, ты меня сейчас обгонишь. И самое интересное, ты первый был. То есть я немножко вот тут развернула, я видел на сценарии. И как бы за счет этого только я первый оказался на финише. Что ж, ребят, окей, отлично. Пишите в комментариях, что думаете. А мы идем на следующий раунд. Что ж, ребят, машин все меньше и меньше. И дальше будет довольно-таки жесткое испытание. Называется, но по стрелушке берем в руки огнестрельное оружие. И должны взорвать машину соперника первым. Кто это сделает, тому, в общем-то, мы, ну, дадим балл. А что ж, теперь выбираем тачку кому? Мне же, да? Да, тебе выбираем. Да, вроде правильно. Так, ну, окей. Назови число от 1 до 8. Число 3. Бугатти. Черная, правда, она здесь белая. Но, тем не менее, одна из самых дорогих машин в мире. А может быть, и самая дорогая до сих пор. А что ж, окей. Твоя тачка. Узнаем, на чем ты поедешь. Давай попробуем. Назови число от 1 до 7. Выпало число 7. Чит по Ганни Хуайра. На самом деле, меня это радует. Нормально. Я уже взял Ганн. Я очень сильно надеюсь, что за крылочки я тебе сейчас подрублю. И ты просто приедешь. Давай попробуем. Поехали. Итак, ребята, мы на крыше здания. Вон, виден Димка вдалеке. Вон в дырке, да? Короче, трансформаторы. Узишка. Погнали. Задача взорвать соперника, ребята. Полностью аннигилировать, как говорится. О, да. Врезайся в меня. Эй, не так же. Она не переворачивается. Я бы сказал спасибо, но что-то... Если бы не было суваи и всякие там... Ёж. Просто офигеть. Мне это вообще не нравится, что-то. Мне не нравится то, что как бы я очень много впитываю. У тебя закрылки... О, загорелся сразу. Да ладно. Сразу загорелся. Взорвался. Закрылки только начали крутиться, сразу загорелся и сразу взорвался. Понял? Так, что с Бугатти? Давайте, как обычно, мы его докидаем до конца. Я обычно стреляю, ребята, вот сюда под бак. Это самое уязвимое место. Но, блин, слушай, а Бугатти жирная. Чтоб ты понимал, читов Ригера вообще живучая. Её в хрен убьёшь. Блин, повезло тебе, ну, чё могу сказать. Офигеть, она не взрывает. Чего? Это как так-то? Там сколько запаса прочности? А нет, сразу. С гранаты сразу, ребят. Очень много ХП, видать. Либо как-то странно. Машины у меня ведут себя, потому что я не понимаю, что происходит. Но на этом испытании просто у меня тачки, ну, выживают. Бывает то, что они горят, но всё равно они взрываются последней. Так, ну, таблетку аспирина и поймали дальше. Ребят, предлагаю сделать испытание лестница. Забраться нужно будет на самую высокую ступеньку. Сейчас выбираем первую машину тебе, да? Так, назови число от 1 до 6. Выпало число 4. Дракнова, окей. Хороший дракстер. Назови число от 1 до 5. Число 2. А мне выпадает Кёни Сикагера, ребята. Хорошая машина, но не на это испытание. Ну, интересно будет проверить. Итак, ребята, будем забираться до тут, до докуда у вас заедет машина. На время не смотрим. Поехали сразу. Тут комментировать, в принципе, нечего. Ступеньки, тачка, подвеска. Задача заехать. Либо, да, залететь. Неплохой флифлап. Димон нам показал. Я думаю, ты выше не заедешь. Нет, заехал. А я так вообще никуда не заеду. Что-то я быстро приехал. И, на самом деле, я ожидал этого, ребята. Машина очень низкая. Не чит. Чит бы ещё мог, ребята, как-то посоревноваться. Лучше здесь, наверное, карт всё-таки был. Так, у меня у тебя платформа пропала. Додолбил её, чтобы просто по воздуху катаюсь сейчас. А я даже не поднимаюсь ни на Йоту. У тебя получается хоть что-нибудь? Потому что здесь, ну, чисто быстрый раунд. И, как бы, понятное дело, мне не повезло. Ну, я сейчас на красную заеду. Да, запрыгнул. Правда, у меня под этих нету уже лестниц. Но забавно. Ты, короче, докасаешься до следующей ступеньки. И она просто исчезает. У меня по воздуху там что-то делаешь непонятно. Ну, короче, это твой балл. Тут, понятное дело, ребята, чит забрался. Да-да-да, от удара, в принципе, может он это сделать. Даже можно до конца, если повезёт. Окей, твой балл. Погнали дальше. Итак, ребят, следующая дисциплина. Давайте сделаем спринт-гоночку. Здесь, кстати, остался один чит. Это Феррари. И, как бы, просто хорошие быстрые тачки. Давайте выберем тачку мне, потом Димону. Так, назови число от 1 до 4. Выпало число 2. А у меня мимо это Ламба Винена. Назови число от 1 до 3. 1. Читтор, блин, отобрал у меня чит последний. Вот так вот. Ну, слушай, это неравные условия, но я попробую. Не сдаёмся, ребят. Слушай, ребят, мы готовы. Винена против F8T Феррари. Раз, два, три, поехали. Давай ты сзади поедешь. Пока-пока. Да куда ты? Да куда ты? Чинить машину, ребята, мы не будем. Иначе это будет прям совершенно неравные условия. Ну и врезаться, как в любом случае, не стоит. Потому что, как бы, колёса кривые нам тоже не нужны. А Винена, кстати, немножко плавает. Ну, да-да-да-да. Блин, чит хорош на прямых. Возможно, да, где-то в поворотах и не совсем идеально, но... Ну, да. Ушел-шал прям знатно. О, нифига, рабишь просто. Токийский дрифт, пацаны. На Винена бочком заходить это вам. Рабишь дрифт, да, говорю. Такое. Ну да, блин, на Винена, прикинь, просто бочком залетать. Я просто боюсь, что Винена слишком низкая. Да, она слишком низкая. Бордюр, как говорится, 1-0 против тачки. Так, меня не разнесло. На пандулю. Ну, я вижу тебя, ты не настолько далеко. Как ты думаешь? Опа. Димасик впечатался во что-то. Это меня радует. О, что? Я в вет... Кстати, у меня какой-то странный баг. Я так понимаю, что из-за этого у меня, скорее всего, прыжки не работают. Я не знаю, как это фиксить. То есть, если я врезаюсь в человека, в какой-то забор, то есть, в изгородь, в дерево, вот, пожалуйста, так, чтобы... У меня машина сразу в ноль стопорится. Вот мне вот интересно, что это за ерунда и как это фиксить. Но это странности. Нам нужны фиксики. Вы где фиксики? Приходите, чините. Такое себе. Сейчас Ванек такой, ну да, ну да. Короче, ну, блин, шансы вообще не равные. Но я хочу сказать, что, ребята, насколько ВНН все-таки быстрая тачка? Если бы она еще ехала там, допустим, под... Ну, 350-400. Ты ничего не сделаешь. Но я тебя вижу, то есть... Ну, чтобы ты понимал, ты, значит, тачки не так далеко ушел вообще. Понятное дело, что сейчас прямые будут. И на прямых ты как раз это дашь. Если при том еще учесть, то мы тоже убираемся. Я особо не газую. При скорости 200 еду в основном. А я что-то впечатался так, что прям в изгородь с этого моста. Все, я приехал. Да, по прямой просто, ребята, дал-дал ушел. Что ж, ну окей. Ожидаемо, что бал твой. Не знаю, что нужно было сделать с тачкой, чтобы она просто не поехала. И у меня были хоть какие-то шансы. Нифига, у меня мост просто отражает так сильно солнце. Прям прикольненько. На-на. Все, через вузлов к победе. Ребята, осталось две последних машины. Скинем их просто с горы Чили. Выбираем тачку тебе. Назови число 1 или 2. Число 1. Тебе достается 100 отара, мне ЕП-9. На самом деле у тебя отличный дроп. Погнали. Что ж, ребята, бросаем тачки. Задача улететь дальше соперника. Газовать, тормозить мы не имеем права, когда уже прыгнем. И только барваночка-болваночка. Мы ее так крутить можем. На самом деле ЕП-9. Мне кажется, тебе это не поможет. Мне не поможет. У меня отвратительнейшая тачка просто максимальная. Он же вроде низкий. Да. Он ужаснейший, на самом деле, для этого испытания. Он у меня уже был. Вау. Ну, я смотрю, что тебе это тоже не особо-то весело. Ну, тоже что-то какие-то прям проблемы. Туатарчика обогнать надо. Не подражать ему ЕП-шечка. ЕП-шечка. Такое себе. Ну, все. ЕП-шечка. Я зарвился, как и в прошлый раз. Она просто ни о чем, ребята. К сожалению, это худшая машина для этого испытания. Да. Она очень крупногабаритная. Она не переворачивается. Она цепляется за все. И как бы тут без шанса. Ну, все. Я тоже влевался и остановился. Ну, в принципе, да. Туатары, ребята, тоже далеко не самая идеальная тачка для этого испытания. Что ж, вот такая подборка мощная была. Быстрые тачки И-4, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите, ребята, в комментариях, какую подборочку можно сделать. И не забывайте подписываться. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока, ребята.